Привет, друзья! Вот сегодня привезла вас еще в один лес, в другой. Он более цивильный, как сказали, что, наверное, в том лесу можно встретить кого-нибудь. А я, в общем-то, знаете, сразу и испугалась. Одна бродит, там маньяки, там лешие, там ведьмы. Вот, решила приехать сюда. Вот моя красавица-машинка, видите? Вот, сейчас я по этому лесу немножко с вами поброжу. У меня сегодня заявлено вам рассказать продолжение своей истории. Вот, сейчас мы и начнем, не торопясь, как говорится. Я почему именно решила вас в лес привезти? Потому что мне здесь дышится легко, и у меня здесь размышления всякие. И я становлюсь интровертом, хотя всегда была наоборот экстраверт. А сейчас как-то вот получается так. Но здесь, кстати, вот смотрите, я расположилась. Чем хорош еще этот лес, что тут можно и посидеть, и можно и пивка вам, пожалуйста, попить. Вот я сейчас малюсенькую бутылочку пивка взяла. Я не сказала бы, что я уж очень большой любитель, но что-то, вы знаете, захотелось. А потом посмотрела, у меня с пивом ничего нет. Я была в Теско, и вот подумала, вот этот вот соленый бекон, который я вам тоже уже показывала, вот видите, шикарный. Буду сейчас его просто зубами драть, потому что у меня ничего, к сожалению, ни ножика с собой. Я такой турист, не очень-то хороший. Вот эта, которая стоит 57 пенцов, и которая очень вкусная, которую я вам рекомендовала. Но, опять же, я вам не об этом. Я вам хотела сейчас, знаете, что показать? Вот нашу карту. Я не знаю, видели ли вы или нет, а я что-то даже как-то вам никогда и не додумывалась показать. Вот смотрите, вот смотрите, резкость опять навела немножко побольше, что-то опять не резко в камере. Вот, это наш I love you, друзья. Вот такой. Это наверху, вот виднеется вот это вот все. Это вот как раз уже сама Англия, она туда тянется на север. Вот это вот наш пролив Соланг, видите? Вот это вот город Райк, в котором я живу. Вот он здесь, на северо-востоке. Вот здесь вот у нас через канал, через пролив, город Каус, в котором мы с вами тоже гуляли. Я вас привозила. Город Исткаус, напротив, видите? Он считается промышленным центром. Он, в общем-то, так скажем, не очень-то любят там селиться люди. Только те, которые молодые, работают, потому что там какие-то заводы. Я даже, честно говоря, я не знаю. Но считается, что он промышленный центр. И как мне муж говорил, жить там не стоит. Вот он центр, вот он Ньюпорт. Это столица нашего острова. Вот видите, он прямо в самом центре. На реке Медина. Вот это вот река Медина. Мы с вами были, тоже вам показывала Вутонбридж. Сейчас я вам даже Вутонбридж найду. Вот он у нас, Вутонбридж. Помните, мы с вами тоже смотрели там яхты. Я вас возила, когда родился у Кейт Миддлтон. Третий ребеночек. Так, вот здесь вот дальше Бембридж у нас. Бембридж мы с вами тоже видели много раз. Я вам спасательную станцию показывала. И это, как вы понимаете, вот смотрите, из пролива Соланд вот идет пролив. Вот это уже пролив Ла-Манш или English Channel. Вот это все. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он пошел. И вот этот самый южный берег, южная оконечность нашего острова. Это Санкт-Кетерин Лайт. Тоже вам я снимала видео. Санкт-Кетерин Лайт. Внизу все скидочки, скину вам ссылочки, если кто хочет посмотреть. Вот, я никогда на карте не показывала. Сейчас показываю. Вот это вот Black Gang Chain. Мы с вами очень красивый вид смотрели вот туда-туда-туда на Нидлс. Вот у нас самый западный остров Нидлс, на котором очень красивое. Вот здесь вот, здесь тоже маяк. И здесь такие красивые острые Нидлс, как иголки. Тоже такие скалы. Ну, покажу вам. Очень красивое, великолепное место. Но видите, как от него далеко. Если считать, что я живу в Райде вот здесь, то вот это больше 45, почти 50 километров. Надо туда ехать, туда, а потом обратно. Поэтому как-то мне пока, мне пока не хочется. Ну вот, Ньюпорт я вам уже показала. Вот смотрите, значит, вот город Вентнер. Вентнер, Ботаник Гарден, Ботанический сад. Мы с вами были, я вам показала. Тоже скину ссылочку вам. Вот это вот Нитон. Вот, как я уже сказала, маяк Святой Катерины на самом-самом-самом южном мысике. В пролив Ла-Манш все видно. Вот здесь дальше Санкт-Катеринс-Даун. Вот этот вот холм, на котором Пепа Порт. Тоже вам скину. Самый старый маяк на нашем острове. Так, что еще вам тут показать? А, вот Шанклин, видите, вот. Олд Виллэдж Шанклин и сам Шанклин, в котором я работала долгое время. Вот, вот дальше вот Сандаун. В Сандауне у меня останавливался друг. Я вам, по-моему, там показывала отель в Сандауне. Ну и вот, вот красным показана вот эта вот дорога до Шанклина. Это каждый день, которую я преодолевала. Это 8 миль у меня было отсюда до сюда. Вот такой вот масштаб у нас. 8 миль до Шанклина. И дальше я, когда здесь заканчивала свою работу, я мчалась вам показать вот эти все Санкт-Кетерин маяк, Вентнер. Вот Вентнер говорю, что свожу вас, потому что я дважды пыталась вам показать побережье, но оно практически как в Шанклине. Вот, но что-то как-то вот не находила парковки и как-то прям проезжала мимо, ехала туда. Вот, ну и у нас осталось с вами, конечно, нетронутым вот эта вот оконечность, западная оконечность нашего острова. Город Ярмас. Вот здесь вот самое-самое узкое место пролива Соланд между нашим островом и Англией. Вот видите, здесь даже такая коса есть. Вот она совсем тут, совсем мало, просто можно сказать, я даже не знаю, сколько там, наверное, меньше 100 метров, совсем мало-мало расстояния. Вот здесь тоже ходит еще одна ферри до Лиммингтона. Вот. Ну а здесь напротив, вот у нас из Кауса, из Искауса ходит. Вот Фишборн тоже вам показывала. Фишборн мотыжит, как Святой Франциск. У меня есть видео. Здесь очень симпатичная деревушка Фишборн. И напротив у нас Портсмасс. Который мы всегда с вами созерцаем. Вот здесь очень много пляжей песчаных. В общем, я вам в каратенечко показала карту и рассказала, чего, в общем-то, никогда не делала. Сейчас пивка попью. И, наверное, я вам сделаю еще видео в лесу.